Дима Лайт оф Хевен В последнее время мы тебя чаще видели все-таки в роли комментатора, а вот когда ты последний раз был аналитиком, я даже не припомню, каково вернуться снова в это амплуа и как вообще оно тебе? Ну, если так честно сказать, то мне аналитика по душе больше, потому что мы как задроты в этом деле получше себя чувствуем. То есть если брать комментирование, то нужно обладать ораторским искусством, это то, что я сейчас изучаю. Нужна очень хорошо постановленная речь, четкая дикция. И для этого многие задроты сейчас себя в этом плане нарабатывают. Вот. Ну, в то время как аналитика, она немного требует для подобного. Ты можешь просто выйти и кратко пройтись вот по всем этим фишечкам, которые там произошли в игре. Это сказать довольно-таки просто. То есть, грубо говоря, тебе проще 5 минут дать четкий анализ того, что произошло, нежели там 50 минут что-то говорить во время игры как комментатор. Поэтому, ну, как аналитику быть проще. Ты в последних интервью очень часто говорил о том, что занимаешься речью. Вот сейчас тоже помню про ораторское искусство. И как давно ты это делаешь? И чувствуешь ли ты прогресс? Ну, когда мы начали, когда мы комментировали, вот как вот на интернешнале, с кулдауном там в 2-3 часа, мы постоянно менялись, то там это не сильно чувствовалось. Потому что почти любой человек может выйти 2-3 часа спокойно поразговаривать. Но когда вот мы покомментировали некоторые ланчики, которые длились 12 с лишним часов, тогда уже было видно, что ты устаешь. А, как известно, лучше всего твоя речь видна, когда ты устал, когда ты там пьяный, когда ты, я не знаю, не можешь там и два слова связать. Вот в этом случае твоя речь, она лучше подвержена испытанию. И вот после этого я понял, что нужно себя, себе выносливость повышать. И как? Какими методами? Чуть-чуть, пока что я знаю. Вот там хорошее упражнение с пробкой есть, когда ты вот эти простые выражения говоришь там, те-те-те, пе-пе-пе. Ну, приятная вещь. Вот. Есть еще интересное упражнение с ручкой. Это когда ты берешь какую-нибудь хорошую скороговорку и стараешься с ручкой вот между зубов ее проговаривать. Ну и потихонечку получается. Речь так медленными шагами, но улучшается. Ну, это на самом деле здорово, потому что так-то посмотреть на наших комментаторов некоторых, у них много лет как бы прогресса не наблюдается. Ты прям... Скажем так, то, что каждый берет свои фишечки, то есть некоторые комментаторы берут свои харизмы, некоторые рассказывают хорошие шуточки. Некоторые там давят аналитикой, как я просто до конца, чтобы до всех дошло, что аппарат хорош против дазла, допустим. И, ну, я думаю, что как только пойдет жесткая конкуренция, она, в принципе, уже начинается, то каждый себя улучшать начнет. Вот смотри, постепенно киберспорт выходит на большие экраны, если можно так сказать. То есть запускается телеканал от тех же гейм-шоу, планируются какие-то киберспортивные проекты на матч ТВ, ходят слухи. Ты хотел бы вот на таком большом федеральном телевидении, связанном с киберспортом, себя попробовать? Да, было бы здорово. На мой взгляд, киберспорт, он очень похож на шахматы 21 века. И очень много дисциплин заслуживает того, что вот есть умные ребята, которые играют. И да, может быть, сейчас это не суперкруто, но, как мы видим, коммунити начинает нас признавать. То есть вице-чемпион по шахматам, я вот недавно новость читал, он будет развивать киберспорт в России, что довольно-таки престижно. Он видит в этом смысл. Некоторые организации подтягиваются, вот гейм-шоу одна из них, которые активно нас продвигают на телеканалы. То есть люди перестают бояться машин, мол, что в один момент настанет судный день и SkyNet захватит мир. Люди начинают смотреть на нашу аудиторию, то, что это вполне адекватные люди, не задроты в трусах, которые приходят из дома. И им приятно, им нравится. Ты сказал о задротах в трусах, я подумала почему-то про косплееры в трусах, которых немало на таких мероприятиях. Они очень красивые. То есть если никто еще сюда не пришел, то у вас есть еще один день. Завтра приходите и посмотрите на этих потрясающих девушек. Здесь необычайная красота. Вот ты произнес фразу, что киберспорт, дота в частности, это шахматы 21 века. Ты, в принципе, не первый раз эту мысль высказываешь. И вот я и мои друзья, с которыми мы играем в доту, мы часто вспоминаем эту фразу в каком-нибудь паблике, когда какой-нибудь школьник видит курьерами, и мы думаем, да, вот дот в шахматы 21 века. Это явно в шахматы не играл. Ты сам играешь в паблики, и как ты справляешься с обычными пабельскими проблемами? Неадекватные тиммейты, некорректные какие-то сборки. То есть, какова твоя позиция, как ты себя ведешь? Горишь на них, пытаешься направить. Что ты делаешь? Ну, бывает такое то, что от этого ты никуда не денешься. За 6 лет существования доты кнопочки ГГ еще не добавили, хотя она была бы очень полезна. Ну, поэтому просто тренируюсь морально. То есть, стараюсь держать себя в равновесии. Это как, я не знаю, это как монаха посадить вот, да, в нашей коммунте. И он тренирует свой резист, он тренирует свою устойчивость. И, ну, вроде получается. Единственное бывает такое, что начинают гореть, но некоторые такие вещи происходят. Но я не робот, ничего не поделать. Я предлагаю перейти к вопросам, связанным с нашим комьюнити, со всякими же вытрепещущими ситуациями, которые произошли недавно. В первую очередь я говорю о Кике Лидан из Virtus.pro. Как ты относишься к этому шагу? Очень много людей уже высказывали мнение по этому поводу. И Несс очень интересные мысли высказал. Что ты думаешь? Насколько это адекватно? Насколько это правильно? Ну, если учитывать то, что конфликт нарастал еще во время Индага, когда я был помощником этой команды, где мы, в общем, ВП заняли 5-6 место, то могу сказать следующее. Лидан немножко не походит на свою команду. То есть он не отвечал тем стандартам, которые хотели видеть в него команда. То есть это надежность, это сейфовость, это общительность, когда... Или там в некоторых моментах молчания. То есть Иллидан, он больше такой агрессивный игрок. Он нападака, он убивака, он любит сражаться. И в нынешней доте мы всегда видели один такой простой пример. У Virtus.pro все хорошо, у Virtus.pro все идеально. Иллидан топ-1 и творц. Иллидан что делает? Правильно, идет в 1x5 с комментарием, а что они мне сделают? И все преимущество как не бывало. А потом байбекается и снова умирает. Бывает, да, бывают такие замашки. И учитывая то, что был салент рядом, то они сделали выбор в пользу сейфового кэрри, который больше отвечал им параметрам. Но я думаю, что Илья, это не закончено. Уже три раза Илью кикали из ВП. И трижды он возвращался. И великая вероятность, что Иллидан, может быть, попадет в империю куда-то еще. Но похоже, что мне нужно идти работать, потому что матч уже закончился. Да. Мы можем продолжить потом? Да, я предлагаю так и сделать. Подписывать! Аминь. Аминь. Продолжение следует...